Продолжение следует... Спортсмен из Филиппина. Вторая представитель Маймара. Узбекистан на третий. Вадим Минкок. На четвертой венгер. Это очень сильный спортсмен. И вот, наверное, борьба будет... Атила Вайда. Да, да, да. И борьба, я думаю, развернется между четвертой и пятой водой. По пятой воде идет румынский спортсмен. По шестой США. По седьмой бразилец. И вот представитель экзотической страны Вьетнам. Но Индия уже очень давно. То есть экзотической не назовешь мировой гребля на байдарках и каное. Ну и как, в общем-то, во многих видах спорта, в гребле и в плавании система действует такова, что спортсмены, которые в предварительных заездах показали лучший результат, они размещаются именно на центральных этих доношках. Я немножко был неправ. Я смотрю, что узбеки выставили довольно-таки интересного парня, который со старта лидирует. Но надолго ли? Надолго ли, да. Хватит для узбекского спортсмена. Вот он еще лидирует и идет первым. Но каких-то серьезных у него достижений пока нет. 87-го года рождения, Вадим Менков. Но технически он неплохо идет. Не видно, чтобы он как-то так по работе уставал. Идет накатисто, идет правильно. Половина дистанции уже позади. Да, может быть, даже попадет он в финал и не значит, что у него должны быть какие-то сильные технические результаты. Но вот посмотрите, четвертая дорожка и вот венгер Тиловайда начинает доставать. Ну, доставать еще немножко рановато. Ну, это 500 метров. Конечно же, венгры и румыны, они на тысячу метров прорабатывают больше вторую половину. Но разрыв между следующими участниками, конечно, уже большой. Ну, и вот впереди уже венгерский спортсмен. Конечно, да, он пошел такой накатистой работой, хлесткой, сверху накрывая воду. И лодка, видно, сразу же, как начала реагировать на это. Интересная борьба. И самое интересное в том, что, конечно же, нам интересны всегда были какие-то определенные темные лошадки, такие, как узбекский спортсмен. Ну, и вот он сейчас как раз на ваших экранах. Посмотрите, какая острая борьба. Да, острая, но видно, что подустает немножко третья вода. И вот он финиш, соответственно. То, что я и говорил, конечно, когда спортсмен более профессиональный, то он как бы приотпускает своего соперника на этой дистанции. А потом на финиш уже, конечно же, накатывает. За последние 300 метров идет хлесткая работа. Лодка на это реагирует. Дмитрий, ну, вот эта дистанция тысяча метров, это, наверное, вот самая тактически богатая дистанция, так скажем. Есть возможность у спортсменов как-то распределить силы. Есть участки, на которых они могут ускориться. В отличие, например, вот таких сприттерских дистанций, как 200 метров. Конечно же, тысяча метров более длинной дистанции. Когда спортсмен ее проходит, он идет больше на тактике. Он смотрит по сторонам, посматривает, вернее, по сторонам. Потом раскладывает свои силы по дистанции так, как ему, допустим, удобно и как он готовился к этому. Ну и вот яркий пример от Тилла Вайда. Да, да, вот видите, сейчас румын буквально, вот здесь даже и неизвестно. Очень неплохой спортсмен с Узбекистана. Тилла Вайда, который на минувших Олимпийских играх в Афинах третье место занял на дистанции тысяча метров. Да, это лидер, один из лидеров тысячи метров в одиночке. Но по дистанции я не дорассказал. Получается, что она более длинная. Соответственно, спортсмены, которые гоняются на ней, они вырабатывают каждую свою определенную тактику. Один идет очень сильно, допустим, первую половину, где старается уйти как бы от соперников подальше. Второй, наоборот, он не идет первую половину, а выкатывает вот как венгер, он выкатывает больше на финиш. Поэтому, конечно же, эта дистанция более тактическая. 500 метров это уже... Логичный вопрос, что-то между тысячей и двухстами метрами. 500 метров это уже, конечно, дистанция более скоростная. Там темповая нагрузка, темп практически где-то на процентов 30 выше, чем на тысячи метров. И нет времени уже, соответственно, смотреть по сторонам. И есть еще неолимпийская дистанция, это 200 метров. Ну и вот, простите, фотофиниш и, похоже, все-таки победа досталась румынскому спортсмену.